Друзья, всем доброе утро, Flame Cup продолжается. Команда SGD против Dragon Gaming, Best of 5, Grand Final, первая карта ушла в копилку SGD, мы хотим сразу же поблагодарить всех, кто причастен к Flame Cup, а именно LootBet, ESM, Zero, E-Pulse и Q-Bits, спасибо, друзья, а мы продолжаем просмотр Веколепный Dota 2. Наблюдая за драфтом, мы видим у команды Dragon Gaming, у гормага Мирану Шеллоу Демона, в противоположной стороне SGD выбрали для себя Никса Сасина, Некра плюс Бейна. Интересность вас на персонажей? Ну, мне кажется, что для Dragon Gaming, возможно, пугна какая-то сейчас может появиться, хотя SGD взяли Никса, как раз-таки, возможно, чтобы законтрить заранее эту пугну, но, тем не менее, мы уже видели не один раз, как сильно овнит пугна Некрофоса. Особенно в этом геоне очень рейдят вот эти вот пики на пугну против Никрафоса, всегда стараются взять, но Мирана в пике у Dragon Gaming тоже смотрится неплохо, Аркварден появляется неожиданно для Dragon Gaming, для нас, точнее, у Dragon Gaming. Ну, интересно, опять хотят в какую-то интересную комбу сыграть, тут Аркварден, Tempest Double, Shadow Demon, напрягать линии, пушить, ну, посмотрим, чем будут отвечать SGD против этого Арквардена. Эх, конечно, лишь бы этот Аркварден не приобретал для себя первым предметом Некрономикона первого уровня, а потом не выходил в Мидас, но можно было бы как-то наоборот, о-о-о-о-о, вот это ответка. По-разному может быть. Я, кстати, не видел еще Брудмазер в исполнении SGD, не знаю, как они хорошо-нехорошо с этой паучихой могут сыграть, они, по-моему, ее не раскрывали, ну, как в группе так точно, по-моему, кроме Нион и Спорс, никто не играл с Брудмазер. Может быть, покажут сейчас хорошую игру, потому что пока у Dragon Gaming есть, конечно же, Last Peak, но в целом никакой контры на линии этой Брудмазер нет. Там Мирана даже со своим Старштормом, Shadow Demons, Shadow Poison, ну, такого ничего сверх прям страшного, точечного, что против этих пауков нету, я не знаю. Может, Dragon Gaming стоит как раз-таки против этой Бруды на Last Peak что-то добирать, против нее вот конкретно, может, Акс какой-то или Легион Командер, что скажешь по этому поводу. Ох, не знаю, вообще у них драфт такой, что уже нет какого-то персонажа, которого можно было бы сюда влепить, которым можно законтрить эту самую Брудмазер. Но, честно говоря, не знаю. Надо еще посмотреть, что из GD возьмут в последнем себе. Если они возьмут какого-то милишного кора, банят, кстати, Манки Кинга, вот эта вот постоянная контра Брудея, которая якобы должна работать в виде Манки Кинга. А если возьмут какого-то, может, милишного кора, то Акс, в принципе, для Dragon Gaming будет смотреться более-менее... А, ну Акс в бане, точно. Dragon Gaming за ней последний пик, тем более им осталось добрать, насколько я понимаю, персонажа в легкую линию, но они могут оставить Архвардена на легкой линии, отправить в мид персонажа по типу Легион Командер. Да и Мирана может флексить вообще куда угодно у них на самом деле, поэтому... Думаю, Мирана просто в центре 100% не пойдет, против Брудмазера она не выстоит. Ну, против Брудмазера однозначно нет, но тут еще непонятно, куда пройдет Брудмазер, может, это Брудмазер легкой будет? Сомневаюсь, пока... Думаю, что Некротфас отправится на сложную линию вместе с Никсом, Бэйн плюс один на легкой линии, вряд ли это будет условная Дроврэнджер. Будет, наверное... А что можно им добрать? Вивер в бане, Пэлл в бане... Ммм... Тимберсоу. Ну... И Тимбера можно. Да, но на сей раз Тимбер, насколько я понимаю, должен отправляться на легкую линию, где будет противостоять... Кому он будет противостоять, тоже интересно. Ладно, пока драфты очень сильно тяжело раскусить. Ведь очень непредугаданная ситуация у нас происходит в плане драктинговых коллективов. Есть Тимберсоу, есть Брудмазер, Бэйн, Некр, Вникс, Ассасины. Это все скомбинировано в одном пике. Уж очень как-то неожиданно за все дело смотрится. Да, они очень хорошо будут справляться и с тонкими героями. Если какой-то там толстяк вдруг появится, тоже будет, в принципе, весьма неприятно. Ну, против Тимбера, против Брудмазер, я даже, честно говоря, не знаю, кто мог бы зайти в пик Драгон Гейминг. Очень хорошо исполнили SGD на предыдущей карте. И вижу вот эту вот паучиху, которая до четвертого пика дожила, заехала. Мне кажется, что, может, у них есть какой-то план, может, они умеют с ней играть. И, возможно, свое предпочтение по драфту после ласт пика я отдам на этот раз команде SGD. Плюс ошиблись немного администрация турнира, выставили победу в серии 1-0 в пользу Драгон Гейминг. Но вот здесь должна быть горящая еще желтым цветом такая карточка. Так что не ошибайтесь. Первая карта за SGD, Шейкер у нас появляется для Драгон Гейминг. Ну, Шейкер... Это что, Хардовый Шейкер? Или Медовый? Нет, это Медовый Шейкер. Митчико пойдет на легкую линию. Дайсон плюс Валеско отправятся на оффлейн. И Огрмакс с Арквардзом противостоять, возможно, Никру плюс Никсу. Посмотрим, получится ли у этого Шейкера справиться как-то с Брудмазер. Ну, мне почему-то пока что в это немножко слабо верится. Да, ребята, не путайте. Драгон Гейминг проиграли первую карту. SGD, именно они были победителями на первой карте, а, соответственно, случайно выставили не в ту сторону вот эту вот светящуюся карточку. Ну, наверное, карточку похожа для меня, только более на суть. Да, не суть. На стриме написан счет, вот счет на стриме, он как бы верный. А счет в лобе немножко ошибочный. Да, мы никогда не ошибаемся. Да. Но ждем пока. Практически никогда. Да. Ну, я однозначно отдаю свое предпочтение по драфту SGD. Хотя, честно говоря, тимбер этот, ну, не смотрится прям сверх как-то укрепляющим драфт SGD. Что-то там прям полезное, крутое от него, я думаю, ожидать не стоит. Но пойти лицом поторговать, потанковать, впитать какой-то урон он сможет. И в это время, может быть, брудмазер кого-то да погрызет. А там уже и коса может какая-то по кому-то залететь. Кого-то в пингскрип можно поймать. Ну, посмотрим. У Dragon Gaming такой пик чисто на исполнение опять. И удастся ли им хорошо исполнить, покажет время. Но в шейкера против брудмазера я не верю почему-то. Мне кажется, брудмазер здесь отправится на сложную или легкую линию. Неважно, какой из. А вот Timber Soul отправится в центр против шейкера. Им нужно будет бегать по лайнам. Ни в коем случае не оставлять брудмазер против шейкера. Но пока при ролл, после которого мы вернемся уже к матчу. Урон! Урон! Жагл! Урон! Ну вот уже бегут, кстати, в смоках команда HD и Dragon Gaming. Будут они пытаться выходить друг друга. Камера улетает. Дан. Вряд ли они кого-то сумеют здесь найти. И тем более брудмазер пока что отправляется у нас на легкую линию. Возможно, просто поставит сетку, сместится в центр, дабы шейкер побегал по лайнам. Шейкер тем более приобрел только один щиточек. Больше ничего у него нет. Ой-ой-ой! А здесь так-то может развернуться драка. Причем очень даже неплохая. Смоук спадает с Бейна и с Шадоу Демона. Понимаю, что где-то здесь находятся враги. Но опасаются сейчас Dragon Gaming, поскольку у них не самая выгодная позиция. Ведь их видят с хайграунда коллектива с GD. Огрмак. Огрмак побежал просто на мужика. Ну, отдал ему этому некропосу по голове. Прячет Шадоу Демона в Disruption. Мирана не попадает, стрела ни по кому. Стрела просто мимо пролетает. Какой же угрмак этот просто бычара. Полетел вперед на всю вражескую команду. Кириса пытается забрать. Он пытается отмонцить. Стракрейс от Аркварда попадает МПЛ по трейм-персонажам. Кирис, кирис, фиссура. Добивает его Мичко. И это Персблад для коллектива Dragon Gaming. Как бы здесь угрмак агрессивно вперед не заходил бы, все равно он не погиб. Что самое главное, тем самым еще и сумели они одолеть. Да, молодцы, Dragon Gaming. Почему-то как-то не остались драться до конца с GD. Разбрелись забирать баунти-руны. Шейкер, тем временем, я думаю, он хочет выйти максимально быстро в Боттл здесь. Кстати, к нему уже летит. Что там? Нет, нет, это стики и топорик. Он, наверное, все-таки ждал эту Брудмазер, появление ее на линии. Если она появится, то там будет что-то одно. Если не появится, то что-то другое. Пока что выбирает для себя стики и топорик. Ну, посмотрим на этот матчап Брудмазер против Шейкера. Да, сможет ли Шейкер оказаться какой-то контроль для Паучихи. Или же все-таки нет. Ну, в начале игры должен. После чего, когда у Брудмазер появится дипус плюс БКБ условное, тогда у Шейкера могут начаться проблемы. Ведь весь его проказ будет аннигилирован в этот самый Блокинг Бар. Где-то она будет ему тяжеловато здесь. Ну да, если еще какой-то тимбер сверху укрепится пайпом, укрепить свою команду, будет также очень неприятно Шейкеру играть. Хотя, если Шейкер максимально быстро вынесет свои артефакты, то все шансы, в принципе, будут. Ну да, вот мы пока Вингер в центре несет для себя манго плюс... Молков стрим. Плюс одну комплектующую на Брессе. Задут, как она называется. Гаунтлет оф Стрэндж. Да, все. Бывает, вылетает из головы, но... Так, Тимберсон. Тимберсон прокачивает реактив армор. Первого уровня всего лишь персонаж. Ну да, будет ходить вот так вот, бейте меня, ничего не стесняется, потихонечку регенится. Типичный хардлейнер в легкой линии. Вот Никс с Некром должны здесь набирать свое превосходство. Некрофос, я думаю, сможет выйти с этой линии победителем. Хотя Аркварден с получением шестого уровня должен, конечно, убивать здесь Некра под угомагом, но посмотрим, сможет ли это у него получиться. Что говоря, в теории должно. Так, Шейкер. Здесь Ура хочет добить хлипов. Пока не решился. Есть у него потемп второго уровня. В следующем... Скилл билдер будет прокачивать Афтершок. Да, и, соответственно, пауки могут пострадать самую малость. Там уже и хаслэмги с горами появятся. Думаю, сможет он хотя бы один раз, но брудмазер под пауками убить. Либо при помощи какой-то руны невидимости, либо же под глингдаггером, который появится у него. Надеюсь, что будет. Ну, будем ожидать, конечно же, каких-то красивых хаслэмов. Надеюсь, что получится посмотреть тут тоже очень зрелищную доту. У нас первая карта была просто замечательная, с очень крутым камбэком от SGD. Может быть, и здесь тоже что-то интересное и красивое мы сможем увидеть. Там, кстати, ну, по крипстату довольно ровно идут шейкер вместе с паучихой. Я так понял, что... О, у нас тут забирают... Просто стерли его за 5 зарядов Шадоу Пойзона. Да, на стаку Шадоу Пойзона, на Шадоу Демона. Наравится, нравится мне то, как играет коллектив в Dragon Gaming со своим сигнатурным персонажем в виде Шадоу Демона. Уж очень они качественную игру показывают с данным героем. Да, поначалу не смогли скомбинировать вот это вот Disruption плюс Стрела, но я думаю, что сейчас немножко еще... Так, он Disruption был по Угрмагу. Да? А, точно. По Цей, у тебя Угрмага там, да. Стрела просто так летела, я думал, что... Кого-то цепляли. Ну, не суть. В любом случае, мы уже видели, что получается, если не дают Бэйна, но Мирану удается забрать, то Dragon Gaming берут Шадоу Демона, и у них, в принципе, работает вот это вот комбат Disruption плюс Стрела, работает неплохо, и Шадоу Демон для них смотрится сильным саппортом. Тут Брудмазер, тем временем, заходит уже в СТ-1 Тауэр, будет вот так вот бегать, наверное, еще в лес во вражеские, пытаться там попрокачиваться немножко. Да, хотел здесь Бэйн, видите, с Кимберсоу убить Мирану, но Мирану такой персонаж, которого легко не заберешь, тем более с Кимберсоу, которого нет хорошего уровня, всего лишь третий. Даже Кимберсоу не прокачен, но на нижнем. Там на Арквардена хотели выйти игроки команды SGD, но Аркварден, в свою очередь, сам забрал этого Никса. Да, плюс Шейкорич забирает двойной урон, будет выходить Солд Ринка, есть ботинок, осталось его только принести для себя. Да, я так подумал, что уже теоретически мог появиться у него Солд Ринка тот самый, но нет. Какая команда где? Команда Dragon Gaming находится за Рейдинг, команда SGD за Дайр, 1-0 пользу Дайр. Сколько? SGD. Так что не путайте, ребята, то, что здесь стоит единичка, это ничего не значит. Ну, все может быть, тут как бы Шейкер вот сейчас получит свой шестой уровень, там, тем временем, Маркварден делает фраг вместе с Никсом на Некрофосе, но это неплохой, конечно, буст для Арка. Да, вот здесь подцепили Байна, Байна забирают, опять-таки комбинация Дезрапшн плюс Стрела работают, ну, просто идеально. Тем более, Брудмазер здесь в центре набирает свои обороты, за вышкой она фармит весьма уверенно. Да, аккуратно надо сейчас сыграть, чтобы Эхослэм никакой не залетел, паучков вот так вот развести, но Эхослэм залетает, правда, пауки были очень далеко, но урона очень много, все-таки двойной урон у Шейкера, но сможет ли Бруда отсюда уйти, там пауки уже начинают кусать этого Шейкера, уходит, уходит отсюда Брудмазер, появился мувспид под паутиной, не хватило, немножко, буквально один удар Шейкеру. Да, вот, если бы, конечно, не было бы вот фиссуры вот так вот, и Шейкер не пошел бы вот в эту сторону, чтобы ударить, а пошел бы в эту, то Брудмазер бы здесь погибал, он бы закрыл бы ее. Да, второго удара просто не хватило, а здесь же подспили в очередной раз, снова стрела плюс Дизрапшн, попадает Мирана, и очень больно пробивают Тимбера, там была куча стаков, опять смогли его. 666 демеджа влетело вот этого Дизраптор, 8 шердов поезонов влетело, ну, правда, максимально это 5, но... Благо, что урона хватило, ну, просто взрывает вам Тимберсо бедного, не может здесь ничего противопоставить. Да, там Шейкер подобивал неплохо пауков, 51 на 3 идет, в то время как Брудмазер вместе с лесными крипчиками идет 51 на 1, какие-то нереальные у них крипстаты, но, если смотреть на реальные, Некор вместе с Арком идут очень ровно, Тимберсо немного опережает Мирану, но он 2 раза уже умирал на своей линии, поэтому его опережение по крипам, оно не сверх какое-то значимое. Да, я же говорю, вот команда Драгон Гейминг, она, в начале игры, убивает, но по фарму, по крипстатам, SGD всегда их превосходит. Ну, не только SGD, а вообще любой состав, просто они фокусируют свой взгляд именно на фарме крипов, в то время как Драгон Гейминг пытается харасить, убивать. Да, получается убивать, но очень редко они добивают больше крипов и доминируют, превосходя своего врага на несколько тысяч в начале матча. Ну, возможно, именно вот это, возможно, именно так вот сказываются не самые высокие ранги у Драгон Гейминг, но в целом игру они показывают красивую и достойную. Они очень хорошо боролись на первой карте и могли, имели все предпосылки выиграть, но SGD круто камбэкнули, круто все скомбинили и задавили все-таки своего оппонента. Так, внизу пытается, конечно, Бейн подцепить своего союзника, но у него ничего не получается, подцепили Некра, убили. Еще и Бертиго тоже может отправиться в таверну. Бертиго на развороте, куда-то нам дерется. Здесь же еще есть ВЛС как-то ходит. Кстати, можно здесь забрать Никса-Ассасина. Никс должен здесь страдать, он использует стики, стан залетает от Угрмага, Никс поддевает. Да, это уже доминейтинг для Арквардена. Переключается Бейн на Угрмага, но не смогли Угрмага пробить. Он тут до конца стоял, очень долго жил, очень много вытанковал просто урона и забрали двоих героев. Ой, а вот тут Мазар. Да, ловят она здесь Мирану, но очень хороший был лип на хайграунд. Не пошли за ней до конца. Сетка закончилась, и с Брудмазер так же не смогла побежать. По коэффициентам 1.93 на... О, какой эхо-слэм немножечко непонятно, удачный он или нет. Я думаю, можем уже глянуть, что у нас по Нетворсам происходит. Шейкер 4000, Брудмазер 3600. Ну, неплохо так. Шейкер подпарнивал немножко пауков сейчас. Если бы он, конечно, этим эхо-слэмом еще паучику зацепил, было бы вообще крайне неприятно для нее. Аркварден хорошо очень выглядит вместе с Шейкером. Кор-герои Dragon Gaming пока что, ну, держится очень уверенно по своему Нетворсу. Ну, коэффициент на Dragon Gaming сейчас 2.23. Я уверен, что стоит заливать на этот кофт. Это просто прям вообще сладость сладкая. Так, Некрофас подхиливается при помощи Гоша. Можно еще и Косу было бы использовать по этому Угрмагу, дабы тот отправился, наверное, надолго. Да, так и сделают. Косуец убрают Угрмага. Ну, пока что это только 30 секунд. И моментальный бейбэк. Он, в принципе, там стоил 100 копеек. Плюс-минус, наверное, этот бейбэк. Поэтому не жалко его потратить. Правда, потом у тебя... Если его заберут в следующий раз с Косой, то он там будет сидеть... Да, он будет сидеть в таверне, думать над своим поведением очень долго. Ну, будет... Не стоит ему подставляться. Я думаю, он будет прекрасно это понимать. Вот у Шейкера появится достаточно быстрый блинг. Он решил не раньше для себя слоу-блинг. Все-таки вышел в ПТ и будет покупать блинг, который появится на 11-й. Ну, Кор Шейкера, конечно, всегда приятно наблюдать за Кор Шейкером. Всегда хочется посмотреть за красивой игрой. Но хоть бруда и просела, мне кажется, она все равно все еще может свое добрать. И вот ты говоришь прям хату там заливать на Драгон Гейминг. Юго-Восточной Азии, честно, рискованно на кого-либо что-либо заливать. Потому что тут может все что угодно действительно произойти. Могут камбэки быть по 40 тысяч. Тут снова выходят на Огр Мага. Пробивали его, но начали убегать, потому что уже подключается Аркварден вместо Шадоу Демона. Там залетает в Карапас и Никса. Станут Огр Мага. И пока что уходят отсюда. СГД. Хотя уже на развороте начинают идти. Там еще Духар Квардена залетает один. Еще второй залетит. Снова по Бэйну. Бэйн очень сильно замедлен. Мало хп у него. Попробует его тут Огр Маг пробить. Но стан первого уровня прокачки не особо пробивает. И снова пошли за Огр Магом. Да, Огр Мага в сон подбросили. Огр Мага нужно здесь забирать. Огр Мага вряд ли здесь будут пропускать. Хотя тут на развороте использовал Фланг забирает по помощи своего же стана. Никс в очередной раз миссует своим Эмпейлом. Очень неплохо, конечно. Здесь играет в скобочках плохо. Да, он тут же появляется Брудмазер. По-любому он его сгрызет. Вот так вот просто остановился Огр Маг. 50 секунд. Бежать уже было некуда. 50 секунд действительно его с нами не будет. Вот он, этот самый байбэк. Стоил ли он того, не совсем понятно. Да, ошибся, прошу прощения. Там первого уровня прокачки у него Игнайт. И третьего уровня Файр Бласт. Все-таки через Некрономиконов первым артефактом. Потом будет выходить в Медас Таркварден. Ну, по-моему, мы уже видели этого Аркварденого Драгон Гейминг. И после Медаса у него ничего не появилось. Да, который максимально нежадно пытается сыграть. Но здесь, по сути, некому фарм отдавать. Мирана она и так нафармит, наверное. Ну, Шейкер он там на линии максимум вынесет. Дальше ему только героев фармить. Там Шейкера мы пропустили то, как он убил при помощи Ахаслама Брудмазер. Вот, Дженуэль, ну ты же мог просто дать несколько ударов. Хотя бы один по тому Геймгеру, чтобы он не бил никому. Ладно. Я не вы, у Кеймбера было очень мало маны. Многоходовочка. Ну, ладно. Там убивать было тяжело. И еще этот Шейкер мог на развороте там выкинуть условную фиссуру. Так что, действительно, были бы трудности. Но у Геймгера, по сути, тринадцатый уровень на двенадцатой минуте. Как же он здесь кто-то фармит. Оп, запрыгивает на тимбер сотни. Идеально, конечно, здесь играет Геймгер. Какая же у него сумасшедшая просто тычка уже. Эх, плюс Брудмазер пока боится выходить. Ну да, тут можно отъехать. Хотя пауки очень больно покусывали Шейкера. Фиссура кладется пока ненадолго там отрезала пауков. Но они пробегают так, как они в паутине. Стрела, к сожалению, была мимо. Но неплохой Старшторм. И таки забирают здесь Брудмазер. Еще забирают сверху Никса. Переключаются на Бэйна. Идут за ним до конца. Там после Липа очень больно настреливала Мирана. Шейкер просто феноменальную игру сейчас показывает. Этот Кор Шейкер. Да, действительно, понаблюдав за таким вот Шейкером. Реально, очень-очень нравится мне. Да, и там тем временем Некраб забирает у нас Аркварден. Да, Некраб что-то перенаглил. Делал за Т2. Слушай, а мы не могли бы на секундочку переключиться и глянуть ранг этого молодого человека на Шейкере? Думаю, после матча, скорее всего. Да, потому что уже очень интересно, какого ранга этот Шейкер и почему он так сильно унит Бруду и какого ранга молодой человек на Брудмазер. Ну, Бинггир порядка Дивайна 4-5, если не ошибаюсь, и ничего не путаю, у Брудмазер что-то типа 30-40. Вот так вот. Это все просто цифры. Конечно, конечно. Я думаю, мы даже сможем продемонстрировать в паузе. Или после матча. Да, может, если какая-то условная пауза залетит. Там Некр, кстати, в Соло у нас забирает все-таки Арквардена. Но здесь выходит на Тимбер. А снова отличная стрела под Дизрабшен залетает. Старшторн пока что на Тимбер-чейне он уходит, но продолжает по нему настреливать, еще тормозит свой ультимативный Тимбер. Еще один Тимбер-чейн не удался. Валадская просто взрывает его при помощи Шадо-Пойзена. Там я Аркварден погибал, но мы смотрели все-таки на верхнюю линию. Здесь Угрмак... Да, Угрмак нагло бегает. Как-то вообще действительно ни о чем не переживает. Нужно более аккуратно здесь его сыграть, в принципе. Пока что небольшое преимущество есть за Драгонгейминг, несмотря на количество фрагов. 19 на 3. Всего лишь 3 фрага удалось оформить пока что из GD с этой брудой. Но будут ждать, будут ждать, пока нафарминт бруда, пока что-то появится, возможно, у Тимбера. Там Шейкер только что ворвался. Брудмазер успел отойти. Как на слэм влетел, по факту, только пауков. Ну, подфармил, хорошо. Ты посмотри на его нетворс, что происходит. Боже мой, 8600 у Шейкера. Да, подцепились здесь. А снова отличная стрела под дезрабшин залетает по Тимберу. И продолжают его тут пробивать Мирана вместе с Шадоу Демоном. Снова стаки, стаки, стаки. Да, у него уже есть хут. Но все равно больно влюбило. Больно, очень больно. Но не удалось стаками взорвать, как это было 2 или 3 раза до. Вот тут у нас Никс пока просвечивает угрмага. Но как бы сейчас еще под Шейкера, под какого-то случайно не подставится. Поэтому уходит отсюда Никс Ассасин. И все равно, все равно, даже с такой доминацией в команде Dragon Gaming коэффициенты особо не растут. Бить 2.46 на SGD, ну это крайне мало. Ведь сейчас в любом другом матче можно было бы ставить коэффициент 10, вообще не переживая. Что было достаточно часто. И полтора всего на Dragon Gaming, что тоже приятно. Это вам не 1 на 1. Ну вот такие у нас коэффициенты на данный момент. Тут Шейкер, кстати, запрыгивает на Некра. Забрать его, к сожалению, не смог. В ответ пытается Бунгейра поднапрячь. Но у него есть Еул. Причем он еще и самый прочный персонаж на карте. У него 2000 хп. Подцепили Некрофоса все-таки. Его должны здесь не отпускать. Да, Некор будет погибать. Никак бы он уже действительно себя тут не засейвил. Ну, нужно Шейкеру, там, Шейкер блинкануться куда-то. Скорее всего, нужно как-то порединиться. Ему сейчас возвращаться. Можно продолжать развешивать плюхи. Он подбирает руну Инвиза, пополняет свой боттл. Через 35 секунд всего лишь будет Эхослэм. Я думаю, что очень хочется ему прыгнуть на эту бруду с пауками, с этим Эхослэмом. Да, это было бы очень-очень хорошо. Тем более, если бы туда еще Бэйн какой-то подошел с Нексом. Да, бы Шейкер дал Эхослэм по-троим. Было бы прям суперидеально. Но посмотрим, будут ли ломать свою же позиционку в команде SGD. Подспирит пока что, разве что Некса. Ай, как же больно, да что ж такое. Этот Шейкер максимально богоподобен здесь. Мне интересно, сколько он физического урона внесет после матча. И сколько урона влетело по... Посмотри, просто плюс 490 сейчас руки. При этом у него толком нет никаких артефактов на урон. Кроме, условно, какого-то ПТ. Посмотри, как же отрывают куски какие-то от этого Бэйна. Он моментально тут распадается. Типа, это у нас Бэйн Шейкера. Это уже похоже на игру команды Dragon Gaming. 24 на 3, 6000 преимущества за ними. И ребята прямо показывают настолько феноменальную игру, что... И все это время нету Арквардена вместе с ними. Аркварден фармит, сплит, пушит, занимается своей вот игрой. Приобретает себе уже Медас после Некрономикона. Будет потихонечку сейчас разгоняться по Нетворцу. Он пока не самый приятный у него Нетворца на самом деле. Но с Медасом будет в разгон выходить какой-то. Появляется Орчет, тем временем Бродмазер. Хороший выбор здесь Орчет. Посмотрим, успеет ли она его дать до Эхо Слэма. Или же просто отъедет в таверну. Ну, не вей, у Шейкера есть Юл, поэтому ему на это тоже что-то наплевать. А вот Смог, ответный влетает от команды SGD. Цепляет Некропоса. Некра нужно попытаться быстро зафокусировать. Сбили Бриндагер, Шейкер, Шейкер. Будет запрыгивать здесь. Ой, какой же может быть Эхо Слэм хороший, но только по паукам залетает. Вот, и на Эхо Слэму все равно очень много урона залетело по паучике. И она отклеилась здесь. Там долетели последние Эхо от Эхо Слэма. Хорошо, можно еще и за Вейна продолжать погоню. Минус 4 совокупного от команды Dragon Gaming. Идеальная была драка. Вот просто лучше не придумать Шейкер. И они были вчетвером. Они были просто здесь только вчетвером. Арка не была. Очень ровненько по золоту, по опыту все получили. Шейкер нанес просто тонну урона. С этого Эхо Слэма с пауками подошла все-таки Брудмазер. Эхо до нее долетело. И тут еще ловят Тимбера. Это будет Тимвайп в исполнении Dragon Gaming. 29 на 3. Какой же здесь разнос у драконов. Драконов. Игровых драконов. Да, тут у нас и те, и те драконы. Кто победит в серии? Это будут драконы? Какие это будут драконы? Еще пока не ясно. Но Dragon Gaming, конечно... Не зря им поставили вот этот вот поинт. Случайно. Это реально был намек. Да, это был такой легкий предикшен. Да, если они сейчас не проиграют, то можно здесь оставить и просто сюда дописать одну единичку. Да, плюс-минус минут 10. Они еще должны доминировать. Но если Бруда будет продолжать выходить, катить свои ключевые артефакты, то нужно будет что-то с ней сделать. Хотя Арк... Да, хотя Арк сплитит. И Арк пока... Ну, вот такой вот сплитпушер не подключается в драки. Если он еще начнет подключаться в драки, то, конечно, будет вообще... Ну, его это все запрыгивает. Но нечем сплит ТП. Да, он подформит тут Некров. Он за Некров получил еще много денег. Может быть, даже за Арк столько не выручил. Ну да, Арк... Капнуло неплохо. Арк как раз таки будет иметь две пачки Некрономиконов. Их запармить для Тимбера было бы очень хорошо. Самое главное не умереть от красных Некрономиконов третьего уровня. Ведь там влетает просто тьма урона. Поэтому стоит всегда быть начеку. Будет ли здесь в очередной раз какую-то ганку Dragon Gaming? У шейкера хэстомпает через 20 секунд. Руна не появилась сверху. У него аганим уже есть. Ему он сейчас должен прилетать. Пишком побежит до ним. Ему надо отрегениться. Да, чуть-чуть отрегениться. В... Восемнадцатый уровень у шейкера. Две триста здоровья. Что просто он творит? Я боюсь открывать график общей ценности. Вот просто боюсь. Но я все-таки открою. Вот здесь еще была равная ситуация. Но после той драки... Более-менее. Сейчас уже 10к. Но нужно продолжать. Да, нужно продолжать душить обязательно своего оппонента. А тут шейкер уже выходит на некрофоса. Сейчас будет драться с ним. Хорошая дается фиссура. Отрезает некра. Эхослэм не пожалел. Забрал всех пауков. И плюс еще болезненное эхо очень долетело до некра. Что там делали пауки? Хочет калап спросить. Они просто помогали забрать некра. Отвечаю тебе. Просто вот. Я даже... Ладно, после этого калапс моделирую ситуацию. Шейкер должен здесь без особых трудностей справляться с брудмазом. Чимирану сзади находится. Да, Торн на контроле просто залетает. Дальше Дашин должен продолжать погоню за Бэйном. Брыгает с этого тотема. Разрушает лицом. ГГ. GG. 21 минута сдаются из GD. Просто феноменально. Они даже не стали додушивать Dragon Gaming своего оппонента. Не зря им дали этот поинт. 13к преимущество. 33-3. Почет. Я думаю, сейчас мы можем глянуть ранги. И просто вот как бы интереса ради. Да, ну а пока команда Dragon Gaming оформляет для себя победу на второй карте. Мы их и поздравляем.